Уважаемые члены президиума, уважаемые коллеги, я сегодня хотел в нескольких словах напомнить основные положения национального согласительного документа, который сейчас мы как-то называем приказ номер 128, национально руководящие документы по ведению, по лечению больных респираторными заболеваниями, в частности, ту его часть, которая касается вне больничной пневмонии и особенно амбулаторного лечения наименее тяжелой части пневмонии. Прежде всего я хочу сказать, что в стенах института пульмонологии, в котором я имею удовольствие работать, уже заканчивается работа, в основном уже в большей части закончена, над новой версией приказа. Конечно, какой будет номер, его неизвестно, как он поступит в канцелярию министра здравоохранения. Сразу спешу успокоить практикующих врачей, каких-то драматических, кардинальных, принципиальных изменений в подходах к антибактериальной терапии, пневмонии, в том числе и наименее тяжелой группе, не предусматривается. Однако, какие изменения есть, я позволю себе в ходе своей презентации на них остановиться. Вот приказ нынешний, в каком он виде есть, и вот классификация пневмонии. Обратите внимание, мы с вами все уже знаем, что пневмонии делятся на дне больничной, там, где инфицирование наступило, вне стен госпиталя или больницы, госпитальную пневмонию, там, где пациент инфицировался, уже находясь в больнице. То есть, это пневмония, которая развелась не ранее, чем через 48 часов пребывания в больнице. Аспирационная, или быть точнее, макроаспирационная пневмония, и пневмония у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета. Так вот, в новом приказе последние две категории не будут отдельно выделены. Они, конечно, никуда не делись, просто ситуация была и раньше немножечко запутанная для практикующего врача. Все дело в том, что эпизод макроаспирации, который приводит в последующем к аспирационной пневмонии, может развиться как в стационаре, рецидив, инсульта и так далее, так и во вне больничных условиях. И следовательно, такая пневмония будет или вне больничной, или на закрепиальной, или госпитальной. То же самое касается и лиц с тяжелым дефектом иммунитета. Дефектами иммунитета. Например, сейчас все больше и больше популярность нарабатывает в дневном стационаре проведения химиотерапии. И если, не дай бог, у такого больного на фоне агрономоцитоза, ятрогенного, возникнет пневмония, то она будет вне больничной по своей сути. Здесь речь идет не о тяжести состояния вне больничной и нозокомиальной, а о возбудителях. Потому что вне больничный возбудитель это одно, а возбудитель, который больной инфицировался в больнице, совсем другое дело. Мы сами понимаем, что эти возбудители, которые обитают в больницах, они много поколений встречаются с антибиотиками. И следовательно, генорезистентность у них гораздо более частое явление. И еще одно принципиальное достаточно отличие будет в новом приказе. Вы знаете, что в ныне существующем приказе в соответствии с тадашней модой на момент написания 128 приказа только самые тяжелые пневмонии. Пневмонии больные, у которых, койка которых находилась в реанимации, назывались пневмонии тяжелого течения. А все остальные, гамузом больше 95%, назывались пневмонии не тяжелого течения. Но, к сожалению, авторы этого консенсуса, этого согласительного документа, они пришли к выводу, что это не очень прижилось. Все-таки нашему врачу привычнее деление всех заболеваний, в том числе теперь будет и пневмония, на три степени группы тяжести. То есть пневмония легкой степени тяжести, средняя и тяжелая. Так вот, первая и вторая группа заболеваний будут отныне называться наступлением в силу нового приказа пневмония, вне больничной пневмонии легкой степени тяжести. Здесь на таблице и теология пневмонии. Все дело в том, что мы лечим антибиотиками пневмонию. Хочу подчеркнуть, что диагноз пневмонии, написанный или произнесенный громко вслух в присутствии больного и родственников, облигатное назначение антибиотиков. Даже если у вас есть какие-то основания предполагать, что, возможно, пневмония обусловлена вирусами и так далее, тем не менее, точно отдифференцировать вирусную или бактериальную этиологию в настоящих условиях затруднительно. Поэтому диагноз пневмония требует облигатного назначения антибиотиков. Причем, чем раньше больной получит первую дозу, тем лучше. В ситуации такова, что если потом в ходе дополнительного обследования диагноз будет снят, то антибактериальную терапию с меньшим значительным риском для больного можно будет отменить, чем запоздать с началом ее лечения. А мы начинаем лечить, следовательно, без бактериологического анализа, эмпирически. Но вместе с тем мы с вами знаем наиболее частых возбудителей. Часть из них называется типичными возбудителями. Самым частым является пневмокок, вот он вверху. На втором месте гемофильная палочка. Это два самых частых возбудителя пневмоничной пневмонии, особенно в амбулаторных условиях. И атипичные возбудители, куда входит мекоплазма, ахламидия. Янелос тоже упоминаю, но это больше характерно для пневмонии тяжелого течения. Итак, первая группа, первая и вторая группа называются у нас пневмонии, которые можно лечить амбулаторно. Отнесение больных к этой группе отныне будет осозначать, что это пневмония легкой степени тяжести. Разница между первой и второй группой, вот здесь тоже новая в приказе будет, вернее даже не столько принципиально новая, сколько подчеркнуто. Первая группа, это такой термин в англоязычной литературе, называется otherwise healthy people, то есть в других отношениях здоровый человек. Ну скажем, человек трудоспособного возраста, без сопутствующих заболеваний, каких-то других модифицирующих факторов, заболевает пневмонией. Это типичный представитель первой группы. А вот если у больного есть сопутствующие заболевания, клинически значимые, хозы, сердечно-недостаточность, сыроз печени, или есть модифицирующие факторы, то тогда больной относится даже требующий амбулаторного лечения, тогда больной относится ко второй группе. Вот с модифицирующими факторами в нашем приказе, как и во всем мире, сейчас из модифицирующих факторов, там имеется в виду истощение, злоупотребление, курение табаком и так далее, на первое место с большим запасом выходит такая вещь, как предыдущее применение антибиотиков. Если в нашем нынешнем приказе, в 128-м, просто написано, предыдущее применение антибиотиков, это тоже модифицирующий фактор, то сейчас вслед за Россией, европейским и североамериканским консенсусами, у нас будет это положение более детализировано. Сейчас пневмония, если мы говорим, что больной принимал антибиотики, это означает, что больной принял по меньшей мере 2-суточные дозы любого антибиотика на протяжении предыдущих 90 дней, ну или 3 месяца. Если антибиотикотерапия была в более отдаленном периоде, или больной не успел получить больше 2-суточных доз, то больной считается таким, что не получал антибиотики. И таким образом, если у больного есть применение антибиотиков в анамнезе, то он относится ко второй группе автоматически. И сейчас этот фактор является самым важным, он лучше всего отображает смену этиологии пневмонии. Итак, если больного этих сопутствующих заболеваний, модифицирующих факторов и предшествующей антибактериальной терапии нет, то пневмония это будет первой группы. И здесь наш национальный согласительный документ рекомендует лечить или амоксицелином, или современным макролином. Разумеется, амбулаторной пневмонии настоятельно рекомендовано лечить пароральными препаратами, современные пароральные препараты по эффективности превосходят значительно неудачно назначенные инъекционные препараты. Итак, обратите внимание, что в нашем национальном приказе раньше, в предыдущей версии, был доксициклин в качестве альтернативного препарата. Ни в нынешнем 128 приказе, ни в новой версии доксициклина не будет, поскольку в бывшем Советском Союзе исследования показывают чрезвычайно высокую резистентность пневмокока, напомню, главного возбудителя пневмонии вне больничной, чрезвычайно высокую резистентность к современным антибиотикам, и поэтому доксициклин пока отставлен до лучших времен в качестве препарата выбора. Итак, мы лечим альамоксицелином или макролидом. Хочу привлечь ваше внимание к одной из форм современного макролида, которые есть на нашем рынке, для того, чтобы вам просто напомнить. Это азитромицин. Азитромицин – это модифицированная молекула эритромицина. Удалось вставить в макролактонное кольцо атом азота, превратив его из 14-членного в 15-членное. Азитромицин оказался необыкновенно удачным антибиотиком и по своей антибактериальной эффективности, и, наверное, даже более важно, по фармакокинетическим свойствам. Обычно фирмы, которые продают в Украине препараты, в данном случае речь идет о хемомицине, за семью печатями скрывают информацию, откуда берут инстанцию. Но это политика фирмы, в конце концов, она имеет на это право. В данном случае препарат хемомицин фирма с гордостью говорит, и я позволю себе повторить это, о том, что субстанция получается из фирмы «Мадекс» в Швейцарии. Это уже говорит о том, что фирма уверена в своей субстанции, и это, наверное, является одним из плюсов, на мой взгляд, этого препарата. И второе, что обычно у нас не все препараты, имеющиеся на рынке, могут предоставить сертификаты биоэквивалентности. Это исследование, которое в европейских, например, странах является обязательным для регистрации препарата. У этого препарата хемомицина есть биоэквивалентности, сделанные и в Европе, и в Украине. Во Львове проведены такие исследования, которые показали о том, что биоэквивалентность с оригинальным препаратом сопадающая. Вот таким же образом он применяется. Три дня по 500 мг, по две капсулки по 250 или по одной таблетке по 500. Поэтому, хочу сказать, что до сих пор, много лет мы применяем с вами азитромицин, многие врачи применяют его с успехом, и до сих пор возникают известные сомнения, а можно ли с той серьезной, в общем-то, заболевания, как вне больничной пневмонии, даже в амбулаторных условиях, лечить трехдневным курсом. Хочу подчеркнуть два обстоятельства. Первое. Слишком много хороших, серьезных исследований проведено, которые четко показывают, что трехдневный курс азитромицина эквивалентен более продолжительным пяти, семи и даже десяти дневным курсам других антибиотиков. Но за счет чего? Чудес же не бывает. Все дело в том, что фармакокинетика азитромицина такова, что он накапливается, еще по-другому называют его азитромицин тканевой антибиотик. То есть он быстро покидает сосудистое русло, накапливается в тканях. Особенно высокая концентрация, особенно высокое накапление происходит в тканях, подверженных воспалению за счет того, что азитромицин имеет свойство накапливаться внутри нейтрофилов, макрофагов и так далее. И такая высокая концентрация в очаге воспаления держится довольно долго, несколько дней после того, как лекарство уже покинуло сосудистое русло. Таким образом, на месте воспаления, в очаге воспаления, в данном случае в очаге воспаления легких, концентрация азитромицина держится весь тот полный курс 5-7 дней. Ну и плюс к тому, не нужно забывать, наверное, многие из вас слышали, я за не менее времени не буду останавливаться, на очень хороших, очень хорошо доказанных иммуномодулирующих эффектах. Обычно мы говорим о том, что антибиотики или угнетают иммунитет, или в лучшем случае нейтральный, а что касается макролитных антибиотиков, особенно азитромицина, здесь ситуация противоположная. Сам по себе азитромицин очень хорошо иммуномодулирующим, позитивным действием обладает, особенно это хорошо видно у больных с аллергической наклонностью, особенно у больных бронхиальной астмой. Вторая группа, это вот те больные в легкой степени пневмонии, сейчас они будут называться, те, которых можно лечить амбулаторно, но у которых есть или сопутствующие заболевания, повторю, хозл после инсульта, сердечная недостаточность, цирроз печени, или системный прием глюкокортигоидов, или другие модифицирующие факторы, самым главным из которых является предшествующий прием антибиотиков, то здесь препаратами выбора в соответствии с нашим национальным руководящим документом, так будет и в новом национальном руководящем документе, это будет защищенный аминопенициллин, амоксициллин колонат или цифролоспоремий второго поколения, ПРОС. Мы много говорим о так называемых бета-лактомазах, я просто один слайд покажу, посмотрите, что если бета-лактомаза разрывает бета-лактанное кольцо в молекуле пенициллина, то молекула, этот дериват после пенициллина становится абсолютно безвредным для бактерий, и таким образом бактерии пытаются защититься от наших антибиотиков, такое свойство им природой дано. Особенно это неприятное свойство мы сталкиваемся, когда речь идет об инфекциях обусловленных гемофильной палочкой, гемофилис инфлюэнса. Напомню, что второй по частоте возбудитель пневмонии степичных. Кстати, гемофильная палочка это самый частый возбудитель, самый часто на первом месте с большим отрывом, возбудитель инфекционных обострений хронического бронхита. И вот обратите внимание, что в некоторых странах до 38, но в нашей стране считается 15-20% гемофильной палочки, вырабатывают бета-лактомазы, и в этом случае простые антибиотики, простой аминопенициллиномоксициллин, незащищенный, будет бесполезен. И обратите внимание, что еще есть такой возбудитель, как марокселла-катаралис. При пневмонии он играет значение, но достаточно скромное, а вот при инфекционных обострениях хронического бронхита также является одним из ведущих. Так вот, марокселла почти 100% выделяет бета-лактомазы, что незащищенный аминопенициллин делает бесполезным. Не знаю, видно ли на этой картинке, да, наверное, видно. Вот как механизм работы амоксициллина-клавоната. Амоксициллин чистый, как видите, никакой реакции на бактерии не оказывает. Клавонат тоже самое, но в том месте, где они собираются вместе, амоксициллин и клавонат, бактериям приходится плохо. Клавонат инактивирует бета-лактомазы, а амоксициллин в этой ситуации показывает свое полное действие. Вот такая популярная комбинация аминопенициллина с ингибитором, она заслуженную популярность имеет. Единственное, что я могу сказать, что последние годы, последние годы на первый план, на авосцену выходит вот такая дозировка тысячного фанклава или амоксициллина-клавоната. Считается, что такая комбинация соотношения амоксициллина и клавоната более выигрышна. Более того, этот препарат в такой тысячной дозировке достаточно, его не нужно давать три раза в день, достаточная доза для пневмонии второй группы, в тех случаях, где у больной хорошо переносит аминопенициллины, два раза в день. Курс лечения у таких больных между семью и десятью днями. Курса десять дней или семь дней сразу не существует в природе. Врач должен в каждом индивидуальном случае принимать решение самостоятельно, на завершение антибактериальной терапии. Но многие из вас пользуются этим приемом и правильно делают. Лучшего еще не изобретено. Два дня нормальной температуры, два дня исчезновения всех основных симптомов. Антибиотико-терапию можно отменять. Последний хрип, последнее повышение температуры вечером до 37,2. Антибиотиками мы уже не лечим. Третья группа. Это больные, будут называться теперь больные средней степени тяжести. Койка этих больных находится в обычном терапевтическом стационаре или в пульмонологическом стационаре. Они лечатся, разумеется, парантерально в силу тяжести пневмонии. И обратите внимание, что здесь рекомендуется применять защищенный аминопенициллин, но уже внутривенно или цифлоспорины 2,3. И плюс макролит. Хочу обратить внимание, что плюс макролит заменено. Раньше было плюс-минус на усмотрение врача. А теперь у нас плюс макролит и будет в новом приказе обязательно плюс макролит. То есть комбинированная терапия для больных средней степени тяжести, для больных госпитализированных является практически облигатным. Единственное, обратите внимание, что макролитный антибиотик у этих больных, которые находятся в стационаре, если у них нет проблемы со всасыванием, то есть нет резекции кишечника, нет асцита, то его можно давать ПРОС. И здесь тоже есть место хемомедсину для третьей группы больных. И, наконец, я не буду останавливаться на преимуществах. Поверьте на слово, что комбинация защищенный аминопенициллин внутривенно плюс макролитный антибиотик ПРОС приводит просто к меньшему количеству смертей. Вот одно исследование у больных. То есть больные просто реже умирают. То есть это препарат выбора в нашем нынешнем приказе, комбинация выбора в нашем нынешнем приказе и в нашем будущем приказе. И, наконец, четвертая группа – это больные пневмонии тяжелой степени. Койка больных находится или в реанимации, или в палате интенсивной терапии. У этих больных, к сожалению, высокая смертность. Ситуация такая, что не потому, что антибиотики не действуют, а просто в силу тяжести, состояния запущенности, позднее обращаемости и так далее, и так далее. Чаще всего антибиотики, которым нужно, как мы знаем, для проявления своего действия не менее 48 часов, просто у больных, к сожалению, вот столь тяжелых с пневмонией не всегда есть это время. И мультиорганная недостаточность и так далее приводит к тому, что нам все еще не удается справиться. И здесь летальность у этой группы больных достигает десятков процентов. И обратите внимание, что подходы к лечению те же самые. Защищенные аминобенициллины или цифалоспорины 2-3 поколения или внутривенно. И плюс тоже макролит. Но в данном случае, поскольку это реанимация, здесь действует принцип ничего по РОС, то, конечно, у четвертой группы макролитной антибиотики мы рекомендуем, по крайней мере, вначале назначать до стабилизации состояния внутривенно. Вот такие основные положения нашего национального руководящего документа по лечению пневмонии. Хочу напомнить, что большинство пневмоний можно лечить амбулаторно. Первая и вторая группы, первая, одним из препаратов выбора является макролитный антибиотик азитромицин, в том числе и хемомицин. А для больных второй группы, сопутствующих заболеваний или ранее леченных антибиотиков, защищенный аминобенициллин. И является наиболее оптимальным, самым популярным и заслуженным препаратом в мире, но и в нашей стране тоже. Спасибо за внимание.